от 6 до 10 процентов? Ну, зависит, напиши, зависит от объекта, да, в среднем доход такой-то, от 6 до 10 процентов, зависит от объекта. Смотри, а вот мы пишем, что при минимальных вложениях, ну, допустим, 11 тысяч, да, ваша прибыль через год полторы тысячи от аренды квартиры, правильно? Мы тогда считали еще. И плюс, квартира обязательно продается? Ты там говорил, что плюс еще там 3 тысячи долларов от продажи квартиры. Но, понимаешь, это концепция, то есть, если все, кто в кромфайнинге собрались и решили продать, и есть сейчас спрос, и почему бы нет? Почему бы нет? Я считаю, что ее надо выставлять в продажу, то есть, в базу, и продавать. То есть, мы еще не выставляли эти свои квартиры, на самом деле, хотя надо их выставить подороже, купил дешевле, продал дороже. Почему не заработать? Просто выгодно продавать на второй год, вот, чтобы налог не платить вообще. Ну, в принципе, если в первый год продается и прибыль меньше, чем 44 тысячи долларов, то тоже налог не платишь. Поэтому, как бы, мы можем, я не думаю, что мы на Марка Пола больше, чем 44 заработаем, поэтому можно выставить, на самом деле, я скажу, брокерам выставим, наверное, в следующей неделе. Ну, то есть, это коллективное решение, правильно? Ну, конечно, ну, конечно, хозяев же несколько, и коллективное решение, да. Я презентацию выслал тебе сейчас, пока мы говорили, вот это сравнительное, Майами, Киев, Москва, почему-то Испанию он там пока не поставил, но надо, наверное, дописать, что это значительно выгоднее, чем вложения в европейские страны. Ну, хорошо, это уже, наверное, потом будет, я сначала всю эту информацию отправлю ему. Ну, надо в ноябре закончить сайт, железно, Лиза, уже сайт надо закончить в ноябре с Ваней. Ну, так я тебя жду тоже. Ну, я тебе даю уже все, все даю, да. Там видеоотзыв, скрины, такой. Видеоотзыв с одним договорился, один сделает точно, на следующей неделе он где-то в отъезде, второй предварительно тоже договорился с Краснодара парень, один с Украины точно сделает, второй россиянин, некогда все с ним поговорить, наверное, завтра с ним поговорю, пообщаюсь, вот. Ну, да. Два отзыва, да, один россиянин, один украинец, ну, как бы, еще у нас из Казахстана есть, а один еще есть из Франции у нас. Ну, вообще отлично. Ну, он сам с Молдавии, он живет во Франции. Ясно, хорошо. Значит, я сегодня все это упакую, отправлю Ване то, что от меня требуется, вот, а потом уже с ним будем беседовать дальше. С сайтом пока не поздно проблемы. Мне сегодня контекстолог сбрасывал статистику по рекламе, которую запускали две недели назад. Значит, там по Гуглу уже закончились деньги, по Яндексу еще есть. И он сбросил... Вообще ни одного запроса не было. Ни одного. Ни одного, ну... А почему? Я не знаю, не работает пока не поздно, вообще не работает. Инвестиции... Хотя это самая нужная вещь вообще в нашем бизнесе реально, это спасение от жизни человека. Ну, я с этим Лешей разговаривала, он вообще, у него были рекомендации изменить главную страницу, сделать коротко, как лендинг, понимаешь? Услуги, которые мы можем четко предложить. Там же указаны... А у нас там страницы, понимаешь, там простыни, текста. И люди... Ну, не знаю, понимаешь, человек ищет спасение. Вот смотри, человек ищет спасение. Я просто сам был в этой ситуации жизненной, да. Я помню, когда я там знал, что меня могут посадить в тюрьму, я побежал в интернет и начал искать. И ничего найти не мог, вообще ничего не было. Абсолютно. Поэтому, как бы, вот эта первая статья, которая вышла в Форбсе, это была вообще первая, то, что интервью со мной, среди всех бизнесов, олигархов, средний, малый бизнес, это была первая статья, которая вышла вообще о том, что можно спастись таким способом. Не было в интернете информации. Вторая статья, которая сейчас вышла, это вот, ты секрет фирмы читала, да, статью? Да, да. Вторая статья, все. Больше ничего нет вообще. И потом еще немножко там выходила на РБК, немножко выходила на слоне, но вот в две такие глобальные статьи, вот это Форбсе и секрет фирмы, данных нету, и люди пойдут в интернет, и им даже не важен, лендинг это или не лендинг, они будут смотреть и искать. Ну, видишь, по другим услугам как-то отклик лучше, чем... Может быть, просто мы, может быть, мы просто все-таки неправильно настроили что-то, я не знаю. Может быть, другие ключевые слова люди ищут. Именно контекстную рекламу? Ну, может быть, да, может быть, я не знаю. Я вот искал лично там, не знаю, Интерпол, там, федеральный розыск, это я, мои мысли. Может быть, это неправильные мысли, может, люди ищут другие слова, понимаешь? Ну, может. Хотя он присылал мне там ключей достаточно. Я сама проверяла, и по Яндексу, и по Гуглу, все выходит. Но, видимо, Интерпол вводят, понимаешь, Интерпол вводят в 10 раз меньше, чем, например, визы в США. Ну, это реально. Ну, у нас бы один клиент, которому нужна политическая обеща, предприниматель, отбил бы 300 виз, понимаешь? Не знаю, но мне это нужно, Лиза, надо думать что-то. Ну, или поспрашивай каких-то других конс... Нет, этот я в нём не сомневаюсь, ты знаешь. Констектолог? Констектолог, ой, я не выговорю такое. Надо искать, потому что мне нужно этот сайт раскручивать, и тема очень живая. Если ты посмотришь статистику, которая есть в секрете фирмы, посмотри, сколько людей... Меня интересует, конечно, прежде всего Россия. В Украине и так, в Украине все равно заплатил деньги прокурору, и тебя отмазали. А здесь очень сложно всё в России. Можно, знаешь, консультацию, что нужно на сайте изменить, чтобы он заработал. Вот такая вот, может быть, какая-то помощь. Сначала нужно изменить сайт. И он, кстати, плохо что-то открывается, надо Виталику сказать. Так вот, я с тобой не договорила. Вот он прислал сегодня, этот контекстолог, прислал страницы, которые взломаны. Вот смотри, на «Пока не поздно», это уже второй взлом. Да ты что? Ну, народ работает, видишь, услуги такие. Может, русские хакеры, я не знаю. Путинские тролли. Ну, окей, ну, хорошо, тогда свяжись с Виталиком. Я уже всё ему отправила. Виталику отправила? Виталику всё отправила, но пока он мне ещё ничего не ответил. Ну, окей, свяжись и пусть решает, пусть восстанавливает. Да-да-да, отправила ему все ссылки, какие проблемные страницы. Вот, сегодня с двумя визовыми центрами ещё разговаривала. Один вроде заинтересовался, но я им отправила образец договора на франшиву. Вторая, что-то как-то говорит, ну, хоть какие-то документы, но на 10% вы хотите от нас документы фами-прайса. Находите нам клиентов. Нет, ну, я же должна им... Ну, в общем-то, поверьте. Да, нет, нормально. Ну, как. Значит, Юра, ещё ты там записал Вадим с Киева, помнишь, который хотели... Слушай, инвесторы в Майами тоже не открываются быстро. Я не понимаю, что там Виталий делает. Вот я сейчас пока с тобой разговариваю, пытаюсь открыть сайт, мне это... Ну, я проверю. Проверь, пробежись по всем сайтам, пожалуйста, как они открываются у тебя там. Может быть, что-то с Америки одно, с Украины другое. Покажи и скажи, Виталик, вот этот не открывается, вот этот открывается. Потому что Headhunter тоже плохо работал, мы вчера разбирались с ним, чинили его. Хорошо, я... Да, Юра, ещё на Russian America, наш основной сайт, нужно сделать форму захвата. У нас там её нет. Делай тоже на себя, делай тоже на себя. Хорошо, вообще идеально. Я сделаю тогда хоть какая-то база быть своя. Вот, ну, у тебя что-то... Ну, надо везде тогда делать форму захвата на тебя. И на фирмы USA, мне он очень важен, фирмы USA. Потому что я реально отвечаю небыстро. У меня скапливается за 3-4 дня, и я потом начинаю писать. Я не успеваю, понимаешь? Через неделю. А? Ты через неделю где-то начинаешь отвечать людям. Мы теряем клиентов, понимаешь? Ну да, давай, короче, все сайты делай на себя. Хорошо. Хорошо. Хорошо, если нужно...